Привет всем, дорогие друзья! Джейсар1989. Вы на канале Глафи. Инстаграм, Телеграм в описании. Заходите, подписывайтесь, читайте, пишите комментарии, на канал подпишитесь, на стримы заходите, лайкайте. Всё это очень просто, и я буду вам очень благодарен. А у нас эдакая газонокосилка. Едет медленно, но бронированная! Ой, ну тут действительно нормально есть броня. Но играть скучновато, потому что скорости нет. Ты вот едешь, ну 25 км в час он едет, да, это как бы хорошо, но ехала бы эта штука 30-очку, было бы уже совсем иначе. Заметьте, танковать может. Легендарный камуфляж есть, да, и уже можно играть ИСУ-152 с Деструктором. Вот это удовольствие, друзья! У нашего героя 53% побед, насколько я помню, и в команде противника действительно есть игроки, которые по этому параметру его превосходят. Кстати, один из них это ИСУ-152. Ага. И вот так вот истоков топы. Ну, блин, ИСУ-152 на Деструкторе, это, короче, еще то удовольствие. Лично для меня ИСУ-152 может существовать только в одном варианте. Это на пушке БЛ-10, это на топовой, чтобы потом еще с окурком не кататься на Объекте 704. И так там все не очень здорово, а еще и хреновую пушку поставить так ой-ой-ой совершенно будет. И вкатываем правый фланг, если это можно назвать вкатыванием, потому что ты еле катишься. На катиком двигается ТС-5. Друзья, ну, если вам нравится медленный бронированный геймплей, ну и, в принципе, неплохой ДПМ, тогда это для вас, да, фармить все дела. Но, опять же, это не то, что стоит в кустах. Потому что в кустах хорошо стоять на танке, у которого высокий разовый урон. Здесь не то, чтобы. Высокий это, ну, допустим, хотя бы там 406 с маусганом что-нибудь. Пускай там 130-миллиметровое какое-нибудь орудие. Плеер на Паттоне горит. Ну, топливный бак самое слабое место танка. Это необходимо знать. И вот чувак. Чувак только что убедился в том, что действительно топливный бак самое слабое место танка. Давай. Ай, форсаж включен. И все. Теперь мы уж точно понеслись. Индиан Панзер, ну, необходимо быстро забирать его. Потому что если окажется у тебя в корме, то это будет огромным недостатком. И вот сейчас очень сильно рисковал из аркадки. Без сведения попадает и пробивает. Обычно такие фокусы не проходят. Мы, кстати, выигрываем 3-2. И вот здесь бы можно было фугасиком попробовать зарядить из снайперского. Но наш герой почему-то решает снова применить аркадку. Бедный экшен-икс. Но вы видели, у него была сломана башня. Поэтому получилось именно вот так вот. Выстрелил голдой и не пробил сейчас. Но все-таки броня зарешала. Зарешала и заставила экшен-икс. 56-процентный экшен-икс. Зарядить голдовый снаряд. А вот тебе и 4-4. Но у нас есть лев. Колосс. Который лев прав. Ну, ёпара, стои. И один шот на ИС-3. Который быстренько сейчас огреб. Конечно же, как же без танка на карте Фауст. Который будет на Б-52. Там стоять. Ну, там всегда практически есть кто-то. Еще у противника есть тоже Чикаго Буллс. Из клана, наверное, Чикаго тоже. На Льве. Вот, ёх. И вот этот Т-77. Да, на данном аппарате нужно ехать, ехать, ехать. И еще раз ехать. Хорошо, дождался того, чего ждал. И, как видите, игра разрешает попадать. Кто бывает на стримах, тот видит, как часто летят снаряды при жесткой открутке. А это у меня. Когда ты с полным сведением попадаешь в никуда просто. Сквозь танки, между башней и корпусом, леопарду. И, в общем, различные такие вот не очень приятные, так скажем, вещи. А льва будут забирать. И сейчас это понятно. Это 66 хп. И никого там шотного нет. Нет, приходится, придется против троих стоять. Но огромный плюс в том, что эти трое, это тяжи. Одного с тобой уровня. У тебя есть отличная броня против них. Ну, тяжелые танки не так точны, чтобы все делать быстро, да, с пробитиями. Вот СТ-шек нет, ЛТ-шек. И никто не приедет тебе в корму и не сделает бобо. Но здесь выстрелы залетают, вы видите, круто. По Изиан Панзеру, по Экшен Иксу из Аркадки. Сейчас вот выстрел добивший льва. Это было очень жестко. Обычно такое не залетает. Поэтому повторить вряд ли удастся. Минус йох. И остается Т-77. Без голды сейчас один раз не пробил, второй раз пробил Т-77. Хотя второй снаряд какой там уже шел, не особо понятно. Я не помню, там у него кумулятивы или подкалиберы. Пшика не было. Но, скорее всего, обычно Т-77, они с калиброванными снарядами. Они должны пробивать. Значит, первый раз как-то попал не очень аккуратно. Аккуратно. Ну, тут вот действительно нужно аккуратно. Возможно, даже использовать обыкновенный наш форсаж и адреналин. А знаете, почему адреналин? Даже если его... Ну, вот больше шансов при использовании адреналина повредить модули. То есть поджечь, там, критануть БК или еще чего-нибудь сделать. Адреналин-то не только увеличение скорострельности танка. Не только быстрее стрелять будешь, но еще и высшая возможность, вероятность повредить танку модули. Т-77 сейчас мог бы очень опасно сделать, если бы пробил потом ушно и сам бы не получил. А то он что-то очень долго думал. Вот сам бы не получил бы и мог бы реализовывать свои вот эти два снаряда очень и очень хорошо. Причем какой у него урон пройдет, непонятно, да? Там средний 380, тут 802 хп, за два выстрела вполне себе можно было бы забрать. Вот так вот. Так, 5312 колобанов. Вот вам танк, который где-то что-то фармит. В данном случае 314 неслабых тысяч. Если у вас проблемы с серой, то эта штука может вам помочь. Колобанов и рассиняй, друзья, в одном бою. Так что, ну, это действительно круто. Инстаграм, телеграм в описании. Там же моя почта. На почту вы присылаете реплей с послебоевой статистикой, указывая сервер Wargaming или Lesta, где вы этот бой сыграли. Огромное вам спасибо за просмотр. Не забывайте поддерживать канал. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok